Самый большой бицепс России. Русский халк. Денис Цыпленков. Обладатель самого большого бицепса в России к своим неординарным параметрам относится спокойно. Подумаешь, что в этом такого считает Денис Цыпленков. Подумаешь, даже не на пике формы объем его бицепса равен каким-то 59 сантиметрам. Главное, считает Денис, чтобы эти руки и дальше продолжали приносить громкие победы в армрестлинге. Я не скажу, что я там именно закачиваю бицепса, чтобы он стал больше. В армрестлинге это руки, вверх, они должны быть большие. У меня не только должны болеть мышцы после тренировки, но и святки. Это неприятная боль довольно-таки. Ее можно сравнить с зубной, да? То есть можно ночью как бы не ноет, болят. К слову, не только огромные бицепсы Цыпленкова производят впечатление на публику. В его огромных ладонях становится незаметной рука любого противника. Сам Денис шутит, что рядом с его родным городом Кривой Рог, что на Украине, было радиоактивное производство. Потому и вырос Денис таким большим и крепким. Впрочем, кроме шуток, все мужчины в его роду отличались большими габаритами. По мамкиной линии у дядек, у деда сами по себе крепкие. Не занимались спортом, то есть просто обычные работяги, да? Ну вот, вот именно руки большие, крепкие. Папка у меня вообще спортсмен, тяжелая атлетика, всякие каратэ. В детстве он обгонял в физическом развитии всех сверстников. А в девятом классе Денис Цыпленков уже на равных боролся на руках со взрослыми мужчинами. И, что интересно, почти всегда выигрывал. Сила в его руках была всегда, а вот массу тела Денис набрал, когда занимался силовым экстримом. Неудивительно, что сейчас его сравнивают с невероятным Халком. Сходство с известным героем комиксов действительно налицо. И Денис этого не отрицает. Не, ну Халк это фильм лучше, чем Шрек. Просто некому ли со Шреком сравнили. Не, в принципе, мне все равно. Я к этому отношусь с юмором. Так что же из себя представляет сила рук Дениса Цыпленкова? Мы решили наглядно ее продемонстрировать. Грецкие орехи были выбраны с особым цинизмом. Все они небольшого размера, немного недозрелые, а значит колоть их можно только молотком. Посмотрим, поддастся ли твердая скорлупа Титану Цыпленкову. Первую партию орехов Денис расколол с такой легкостью, словно у него в руках были спилы и сливы. Но может быть ему просто повезло? Смотрим дальше. А может быть орехи не такие уж и зеленые? Проверить это решили и члены нашей съемочной группы. Первым отважился видеоинженер Василий. Затем оператор Николай. И снова неудача. Но Дениса Цыпленкова остановить уже было трудно. Как оказалось, он обожает грецкие орехи. К тому же надвигалось время обеда. Евгений Алиярник, Николай Орлов, Юрий Дунин и Павел Трейнис. Все включено. Продолжение следует...